Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. И добро пожаловать в большую распаковку с Wildberries. Давненько у нас не было с вами этой рубрики. И за все это время так хорошенечко закупилось. И у меня в этом видео даже будет наконец-таки летняя одежда. У меня целый пакет огромный со шмотками на лето. Прикиньте, как круто. Плюс еще товары для дома, что-то такое бытовое, интересное. Даже декор для дома есть, так что есть что показать. Давайте начинать, поехали! Как вы видите, у меня есть два пакета сзади. И также у меня есть коробки внизу. Они нереально тяжелые, поэтому стоят там. Но начну я с пакетов. И начнем мы вот с этого, который ко мне поближе. Тут такое. Первая коробочка. Вторая коробочка. Как вы думаете, что здесь может быть? Они максимально легкие, весят ничего. Оператор, потрогай. Это одежда? Нет. Здесь точно что-то бумажное. В общем, тут муляжи книг. Внимание, какие. Здесь должна быть вставка вау. И это я буду говорить вау, ребята. Это муляж книги Исе Лоран. Она просто картонная. И она для красоты. То есть здесь нету ничего. Ее даже нельзя использовать как потайник. Но зато она будет красиво смотреться где-либо. Я ее купила для определенной комнаты. Какой вы узнаете, наверное, чуть позже, скорее всего. И она там должна просто стоять так на полочке красиво. Также ее можно положить буквально хоть куда. Вот сейчас оператор подойдет в свои тумбочки, положит ее и покажет вам, как красиво на ней. Магическая рука складывает. И все, ребята. Пинтереста в реальной жизни. Плюс 100-500. Как будто вы вот тот самый человек, который вдохновляется Исе Лораном. Вам все нравится, читайте перед сном. Следующее. Ну, тут все предсказуемо. Тиффани. Вообще, в этой коллекции есть книги также и с другими брендами. Но я выбрала те, что ближе мне по духу и те, что ближе мне по цвету. Там, понятно, Исе Лоран книга розовая. Такая вся очень в стиле. Pink Pilates Girl. А тут, ну, Тиффани. Мне, в принципе, нравится дом Тиффани. Вся там их история. Вот это вот бирюзовый цвет Тиффани. Это мое. Правда, у меня нет ничего от Тиффани. Но ничего, все впереди. Книга пока что есть. Выполнена хорошо. Это приятный матовый картон. На предыдущие книги были немножко видны следы клея. Здесь вообще такого нет. Но, по сути, это коробка. Знаете, такая упаковочная, хорошая коробка. Я думаю, при желании можно взять вот так вот ножичком пройти здесь. Что-нибудь туда спрятать и использовать это как подарочную упаковку. Почему бы и нет. Тем более, стоит это недорого, как обычная подарочная коробка. Ну, хорошего качества. Мне нравится. Ставлю большой лайк. Может быть, потом еще куплю книги из другими домами модными. Выглядит стильно. Так что ставлю 10 из 10. Далее. У меня есть в пакете пакет. Знаете, как у бабушки такой кулечек. И здесь у меня много спонжей от двух разных продавцов. Во-первых, это спонжи Beauty Blender. Я вам про них много раз рассказывала. Они поставляются в таких коробочках. Очень удобных. В которых можно потом эти блендеры и хранить. К сожалению, нельзя выбрать цвет. И нельзя выбрать форму. Мне вот все пришли капельки. Но бывают еще от этого продавца, допустим, спонжи со скошенным концом. Допустим, как вот здесь. Здесь просто чистой воды капли. Так и есть. И следующие спонжи от другого продавца. Они тоже качественные, мягкие. Хорошо именно носить тональное средство. Здесь же вообще выбора нет. То есть, ты заказываешь бежевый. К тебе приходит бежевый. И то же самое с розовым. Очень качественные. Беру уже не первый раз. Так что ссылку в телеграме оставлю на все товары из этого видео. Приходите, смотрите. Может быть, вам тоже эти спонжики пригодятся. Стоят они недорого. В районе 60 рублей. 200 из 10. И последнее, что было в этом пакете, это. Наконец-таки. Я ее распакую. Буду на ней стоять. Это доска с отху. С гвоздями. Я заказывала две. Вот эту. И еще вот такую. Но мы сделали выбор в пользу этой. Потому что Денису показал, что здесь гвозди лучшего качества. Хотя та доска была розовая. Ну, от которой мы отказались. Она мне по цвету нравилась больше. Но выбрали та, что подороже и покачественнее. Та-дам! Запрещено обрабатывать спиртосодержащим растворами. Мы любим нашу планету. Эту коробку можно сдать на вторичную переработку. Почему это запрещено? Я хотела антисептиком обработать перед первым использованием. Итак, доска идет, соответственно, из дерева. Здесь такая красивая есть гравировочка луны. Я заказала в красном цвете. Там, по-моему, были еще синие, коричневые. Но этот цвет мне очень как-то ближе. И вот, собственно, гвозди. Девят, я один раз стояла на гвоздях. Мне в целом понравилось. Я очень сильно захотела еще стоять. Поэтому я очень долго выбирала доску для гвоздестояния. Наверное, месяца три, да? В январе или феврале мы первый раз постояли на гвоздях. Да, и после этого я поняла, что мне это нравится. Конечно, я не могу стоять долго, но пока что. Но, смотрите, как отпечатывается. Но, я думаю, со временем продолжительность гвоздестояния у меня будет увеличиваться. Знаете, йогой занимаюсь. Мачу пью на гвоздях. Начала стоять. Вообще все. Вы меня теряете. На самом деле, шутки шутками. Но я думаю, что она очень хорошо разгоняет кровь. Хотя бы мне многие писали, что, Маша, посмотри видео про то, что эти доски, они на самом деле фуфло. И ничего полезного в нем нет. Я посмотрела. Я поняла, что каждому свое. Мне нравится вот такая вот акупунктурная штука. По качеству к доске вообще нету никаких претензий. За свою цену, я думаю, это одно из лучших предложений. Гвозди все идеальные. Нету, знаете, никаких вот этих железных зацепочек, какого-то непонятного чего-то торчащего. Лайк, подписка. В комплекте была вот такая открытка с QR-кодами. Календарь, в котором можно отмечать дни, когда стоял на гвоздях. Круто придумали. И что самое главное, есть вот такой вот чехол. Самый обычный холщовый чехольчик, но он хорошо сшит добротно. И сюда можно положить досочку. Тут, походу, нам положили какие-то... Да, вонючки в подарок. Я не видела. А у меня нету специального держателя. Надо заказать. Пахнет приятно. Я знаю, что сейчас это прям в тренде. Я помню, когда я была достаточно такая маленькая, тоже было очень популярно сжечь всякие благовония, но мне не разрешали. Пахнет приятно какой-то ванильной булочкой. Теперь мне нужна поставка под благовония, потому что у меня есть три благовония. Надо заказать на Wildberries. Кто себе ищет доску, вот смело могу рекомендовать. Я помню даже, что в телеграм-канале выкладывала пост. Помогите выбрать доску. Вы скидывали все доски мне подряд, я так полагаю. Пришлось выбирать самой. Ставлю ей лайк. Переходим к этому огромному пакету, в котором очень много одежды. И есть кое-что мягкое тканевое, но не одежда. Я думаю, по упаковке вы уже догадались, что здесь. Та самая подушка цветочек, которых в доме у нас уже, наверное, порядка 15-16 штук. Я дозаказывала их для того, чтобы были у меня цветочки и в спальне, и в зале. Надеюсь, вышла переделка уже с зала. Если нет, то ждите в ближайшее время переделку зала. И там у нас есть цветочки. Тут у нас есть цветочки. Вот этот зеленый как будто объездил весь мир и вернулся наконец-таки к нам, потому что шел он ко мне три недели. Представляете? Остальные цветочки я забрала реально три недели назад. Шок! Плюс еще один. Теперь у нас одежда. Давайте начну с комплекта с зеброй. Оп! Здесь у меня штанишки и кофточка. Это у нас бренд Сэлла. Каково было мое удивление, что я купила разные размеры. Верх одного размера, низ другого. Сейчас все поймете. Вроде бы. Или нет. Или я купила один. Сейчас посмотрим. Это у нас блузка, кофточка, виси, рубашка. Очень приятная ткань. С принтом зебра. Ну, тут я думаю, пояснять не стоит. Очень люблю такое. По материалу я не помню уже, что это, потому что забрала ее две недели назад. И все никак не могла носить, потому что вам не показала. Вот это я понимаю качество. Но я правда не носила. Она у меня в размере L. И это стопроцентная вискоза. То есть летом должно быть приятно. Не хлопок, конечно, но вроде как вискоза даже считается материалом чуточку получше, чем хлопок, если я не ошибаюсь. Выполнена в целом ок. Где-то видела я пару торчащих ниток. Но, может быть, это не на этом изделии, а на другого размера, который я долго выбирала, какой мне взять. Ну, вроде бы окей. Единственное, что мне тут не нравится, это очень странный рукав. Он как бы идет до середины верхней части между локтем и плечом. Но мне такое не очень нравится. Либо длинный прям до локтя, либо вопчок длинный. Правда, все, да. Но я же не могла одни штанишки взять. А вот и они. Это тоже размер L, это тоже 100% вискоза и бренд Селла. Выглядит, мне кажется, очень классно. Такие штаны парашюта. Каково было мое удивление, что XL мне были очень большие. Они смотрелись не то, что парашюта, как будто бы я одела на себя плащ-палатку. Брюшки идут на резиночки. Также отдельно можно отрегулировать. С помощью таких вот завязочек степень утяжения, что приятно радует. Можно прям нормально так затянуть, если вдруг ты там, ну, похудел. Длина у них в целом нормальная. Самое главное, что они мне не шибко короткие. Так что буду летом щеголять в этом костюме. Теперь переходим к нижнему белью. У меня здесь их очень много. Их это комплект. Раз. Два. Окей, подождите. Блин, опять эти мошенники. Как же надоело. Звонят чаще, чем я выпускаю ролики. Хорошо, что я установила определитель номера в приложении Яндекс.Алиса. Он помогает мне сохранить нервы и время. Определитель номера подскажет, кто вам звонит, даже если входящего номера нет в контактах телефона. Все очень просто. Скачивайте приложение и можете попросить Алису включить определитель номера. Алиса, включи определитель номера. Открываю. Переходим в настройки. Включаем. Вот и все. Теперь можно спокойно заниматься своими делами и не отвлекаться на ненужные звонки. Теперь я вижу, из какой компании мне звонят, а если это реклама, будет соответствующая пометка. Кстати, можно заблокировать не только определенные номера, но и целые категории. Например, рекламные звонки. Ссылочку оставлю в описании. Очень полезная функция. Обязательно пользуйтесь. Ну а мы с вами продолжаем распаковку. Раз, два. Идем дальше. Три. Четыре. Пять. Ничего, все что ли? Мне казалось, было больше. Значит, еще не доехала. Начнем с такого ярко-желтого белья, прям неонового. Я сейчас даже зашла, проверила цену. Стоит всего 319 рублей. Даже на данный момент, как и пару недель назад, когда я его заказывала. Я это белье покупала даже не больше, как белье, а знаете, как такой купальник. На задний двор, чтобы можно было с утрица в таком вот ярком белишке выйти, позагорать. Я заказала размер XL. Надеюсь, что по размеру будет около. Слушайте, ну стринги оказываются очень высокие. У них такой хороший широкий поясочек. И они тянутся. Неприлично хорошо тянутся. По запаху оно просто пахнет новым бельем таким, знаете, китайским. И что самое прикольное, в топе есть вставки, которые легко вынимаются. Ну такой даже небольшой пушапик. Самое главное, ничего торчащего не будет видно. Если вдруг вы облились холодной водой. Ну вы понимаете, о чем я. Мне очень нравится, особенно учитывая цену. И учитывая то, что здесь на топе такой широкий пояс. Из минусов здесь нету регулятора лямок длины. Поэтому может подойти не всем. Но я ставлю огромный лайк, мне зашло. Следующее белье у меня от бренда Vuki. Первые два комплекта идут из той серии, из которой я уже покупала. Оно должно быть очень такое нежное, тоненькое. Первый комплектик беленький. У меня есть абсолютно такой же красный и синий комплект. Я их ношу постоянно, поэтому решила пополнить запасы. Здесь также идут стринки, что немаловажно, потому что на ежедневной основе я люблю носить именно их. Не слипы, не шорты, а стринки. Мне так намного комфортнее. У меня этот комплект в размере 46-48. И на мою фигуру он садится идеально. И вот, собственно говоря, сам топ. Здесь уже лямочки регулируются. Можно подлиннее делать, можно покороче. Топ очень мягкий. Через него видно соски. Вообще все видно. Поэтому он прям вот чисто как нижнее белье. По составу это полиамид, хлопок и спандекс. Произведено все в Китае, импортер, город Москва. В целом бельишко очень классное, но тоже очень быстро застирывается. Ну, буквально там на месяц, на два при интенсивной носке, я думаю, и хватит. И еще я взяла в таком необычно обидном цвете. Кстати, в жизни он темнее, чем на фото, посмотрите. На фото он такой более какой-то лиловый, что ли. А в жизни более приглушенный и темный. Такие же здесь трусики хорошо тянущиеся. Кстати говоря, с ластовицей, трикотажной. Ну, или хлопковый, кому как. И такой же топ. Очень классный. Вот их от всей души рекомендую, потому что, повторюсь, у меня есть комплекты от этого же бренда. Я их ношу сейчас постоянно, очень удобно. В целом, если топ цветной, под ним не так все просвечиваешь, что можно еще и во двор выйти. Но в люди, конечно, не выйдешь, там по городу не походишь. А во дворе нормально. Далее у этого же бренда я нашла комплекты врубчик. И заказала первый в розовом цвете. Если он мне сейчас зайдет, закажу еще и в других цветах. Здесь также стринки. Видите, они такие врубчик. Какие же они качественные. Вот этот комплект чуть-чуть идет подороже, там буквально на 100 рублей. Но по качеству, как будто на уровень выше. Посмотрите, какие идеальные швы. Какая приятная трикотажная ластовица, которая тоже прострочена. Это шикарно. Это, знаете, похоже на белье из какого-нибудь магазина а-ля Бифри. Кстати, да, я у Бифри заказывала похожие комплекты. Очень-очень даже. Лайк, подписка. Закажу, наверное, себе еще в белом, в черном цвете. Ну, чтобы была база. Ну, а белый комплект у меня. Что же это за бренд? Неужели такой же, как желтый? Какие вот тут трусики? Судя по всему, это такой же комплект, как ярко-желтый. И такой топ тоже со вставками. Да, ребята. Здесь ничего не регулируется. Что значит, этот комплект стоил 300 с чем-то рублей. И за эти деньги это шикарно. Здесь широкий пояс, вставочки. Ничего не будет торчать. Можно использовать как домашний купальник. Я просто не очень люблю купальники использовать во дворе. Потому что если ты на пляже, то ты все время на пляже. А у нас получается так, что ты немножко во дворе. Полчаса потом зашел домой. И я в купальнике начинаю дико сильно потеть. И как-то вот мне некомфортно. Поэтому предпочитаю загорать в нижнем белье. Я думаю, дачники или те, у кого свой дом. Может быть, кто-то меня сейчас понял. Ну, если не, значит, тут я одна такая особенная. Всем комплектом ставлю 10 баллов. Офигенные. Тем более за такие деньги. Вы просто должны были это видеть. Идем дальше. Я, кстати, в магазине BeFree тоже очень хорошо закупилась. Потому что на Балборис у них очень много классных товаров. Первая кофточка, скорее всего, это не летняя коллекция. Какая-нибудь осенняя или зимняя. Она бархатная. К ней же есть еще штанишки, как бы. Но у меня их нету, потому что не было размера. Мне понравилась эта кофточка тем, что у нее V-образный вырез. И также она идет на пуговках, что сейчас максимально актуально. Единственное, я с размером, мне кажется, прогадала. Она в размере LXL. Но я даже бы не подумала заказывать себе меньше. И она мне как будто слегка большеватая. Но зато у нее рукава идеальной длины. Если бы я заказала размер меньше, наверное, она бы села как-то более плотно. Но рукава были и короткие. Мне бы было некомфортно. Это очень приятная бархатная ткань. Нежно-голубого цвета. На теле ощущается приятно. Но сейчас, конечно, в ней жарко. Но я думаю, когда чуть-чуть похолодает, это по-любому произойдет. Мне будет комфортно. Можно с джинсиками, можно с шортиками. В целом, за такие деньги ее прям по скидке выхватило вообще лайк. Next. Вы знаете, что я люблю носить рубашки с футболками. И вот. Я нашла рубашку клетчатую в своем любимом сочетании цветов. Черном и розовом. Единственный, наверное, минус в том, что она не совсем стандартного кроя. Она такая, знаете, немножечко идет как бы клеш. Но я ее примерила. Кстати, все вещи здесь я уже мерила. Поэтому они немножко некрасиво сложены. Когда я ее примерила, я поняла, что я ее хочу. Это, скорее всего, флиз. Да, ребят, это 100% хлопок. Она у меня в размере М. Но даже несмотря на то, что она М, она большая. Потому что это оверсайз. Мне она понравилась. Рукавчики у нее достаточно длинные. Она плотная. Не супер тонкая. То есть она будет даже давать тепло в какой-то прохладный день. Я ее так накинул и пошел по своим делам. Почему бы и нет? Тем более, мне кажется, что этот цвет мне идеально подходит. Он мне очень нравится. И в гардеробе у меня очень много черных и розовых вещей, которые я люблю сочетать. И к этой рубашке я заказала футболку. Но уже не в BeFree, а в Твоем. А вот и она. Мне почему-то показалось, что они будут классно между собой сочетаться. Эти вещи. По-моему, круто, да? Какая-то прям Белла из Сумерек. Хотя она вообще в таком не ходила. Почему я подумала про Беллу? Ребят, она в драма. Ну просто. Ну кто устраивает драмы? Почему-то у меня драма всегда с Сумерками ассоциируется. Ну еще у меня есть драма Гвин. Но, вернее, это драма Кинг. Но сегодня он очень устал, поэтому спит. Эта футболка, на удивление, в рубчик. Потому что у Твоем очень редко бывают похожие ткани. У них обычно самый простой такой хлопок. А тут прям рубчик, и она качественная. Теперь понятно, почему она столько стоила. Здесь цена 799. Но я ее купила где-то за 600 с чем-то. Что для футболок Твоем, как бы цена такая. За вышины обычно они рубли, там все по 400, по 300. Но тут 600. Мне нравится сочетание черного и белого. Опять-таки классика. Ну и больше я брала из-за надписи. И, кстати говоря, это не наклейка. Но обычно, когда наклейка, ты же чувствуешь, что это переход с наклейки на ткань. Здесь такого нету, значит, это печать. У меня, если что, футболка в размере XL. Я всегда беру у Твоем самые большие размеры. Потому что они чаще всего мало мерят. По качеству лайк, подписка, а обычная футболка Твоем. Что по поводу футболок Твоем. Еще я взяла вот такую. Вот здесь уже обычная базовая ткань для магазина Твоем. Даже она такая немножко тянущаяся. И заметьте, это размер XL. Какая она большая и предыдущая тоже была XL. Хотя и та, и другая футболка Кроп. Здесь написано Bestie. Ну, собственно говоря, это я. Она же не укороченная как будто. Ну, обычная. Не укороченная. Ну, будет такая. Я люблю коричневый цвет. Его очень легко сочетать с какими-то другими цветами. Поэтому на день, когда мне будет лень что-либо выбирать из одежды. Вот. Идеально. Далее. Я купила себе такой достаточно нарядный костюм. Он мне очень понравился. Сначала на картинке, как он сидел на девушке. Он такой очень жестственный. И потом, когда я его примерила, я поняла, что ну такая чекуля. Он мятый. В таком формате он мне и пришел. Это верх. Это такой топ с длинными рукавами. Рукава идут на резиночки. За счет чего создается такой воздушный, приятный объемчик. И топ он не закрывается. Он завязывается. То есть, здесь нет абсолютно никаких пуговиц. Здесь просто вот такие завязки. За счет чего, в принципе, его можно регулировать по размеру. То есть, подойдет на абсолютно разные размеры груди. Но если вдруг что-то как-то будет виднеться, я думаю, можно пододеть какой-нибудь топик. Мне очень понравился такой нежный розовый цвет. Там были у продавца еще другие оттенки. Я заказывала также черные. Но в черном я была, знаете, как будто кармелита из какой-то Санта-Барбары. И вот только не хватало мне вот этого вот цветка в голове. Поэтому остановилась на более чем-то нежном. А брюки-то какие. Ребята, они очень тоненькие. Что самое главное, у них при этом ничего не просвечивает. Они нужны мне длины. И они расклешенные. Их можно, я думаю, как со шлепками, так с босоножками. Но я ни шлепки, ни босоножки не ношу, за исключением кроксов. Поэтому их также можно одеть с какими-нибудь туфельками на каблуке, которые я тоже не ношу. Я же буду носить этот костюм с кедами. Обычными классическими кедами. Что по поводу комплекта. Он офигенный, классный. Он, конечно, не бюджетный. Он стоил где-то 5000 рублей, где-то 4600. Но качество того реально стоит. Судя по тому, какой там солд-аут на многие цвета, это сразу можно понять. У меня, кстати, в размере М. Там всего два размера. М и С. И мне с моими объемами в целом М идеально подошел. Бренд называется Perfection Activewear. По-моему, это российский бренд, насколько я знаю. У них есть еще и другие прикольные комплекты одежды, более теплые на странице. Когда я вам ссылку оставлю в телеграм-канале, можете зайти посмотреть. Все подписываемся на телеграм-канал, потому что там я оставляю все ссылки со всех распаковок. Данному костюму ставлю большой лайк. Даже Денису понравилось, одобряет. Еще одна кофточка на лето. Да, это вот такая блузка. Это опять-таки бренд BeFree. Вообще, это должен был быть костюм. Я заказывала еще и брюки вот такие в размере XL и L. И те, и другие мне оказались большие. А М-ки, к сожалению, нету в наличии. Поэтому жду. Если появится, то может быть. Потому что в целом на модели костюм смотрится очень классно. Я уже прочитала, что блузка идет из хлопковой ткани. А брюки, они такие, знаете, более синтетические. Но в целом по отзывам вроде бы все смотрится вместе красиво. Но мне вот не удалось, к сожалению, урвать и то, и другое. Но хотя бы блузка есть. Рукава у нее в фонарике. Она очень легкая по ткани. Я ее когда примерила, знаете, даже снимать не хотелось. Я обожаю такой формат. Сзади у нее есть вот такой вот корсетный вариант утяжечки. То есть можно опять-таки размер регулировать под себя. Но, что меня поразило больше всего, здесь также есть замочек. С помощью чего одевать эту блузку очень удобно и комфортно. Такое я вижу впервые, чтобы был и замок. Причем потайно его не видно. И такая утяжка корсетная. Так, как обычно, либо то, либо другое. Но тут молодцы, бифри. Делали хорошо. У меня блузка, если что, в размере LXL. И по размеру она мне села идеально. Но за счет того, что есть такая утяжка, в принципе, можно регулировать. Поменьше, побольше. Немножко эта блузка сжимает грудь. Поэтому нужно одевать, скорее всего, бюстгальтер с каким-нибудь хорошим вариантом поддержки. Или с пушапом даже. Потому что я одела, когда с обычным топом. Вот таким мягким, как я вам показывала. У меня все зажалось, как будто вообще нет груди. Поэтому здесь нужно к этому вопросу подойти основательно. Сшито все достаточно хорошо. Вроде бы сильно они таки как-то не торчат. Ну, то есть все в пределах нормы качества бренда BeFree. Ставлю 10 баллов. Мне понравилось. Мне сегодня все понравилось. Потому что я всю одежду уже перемерила. Ну, а вот дальше у нас будут носочки. Кисочки. Вернее, сказать, это подследники. Они были по скидке. Я подумала, блин, почему бы и нет. Это твое. Здесь три пары подследников. И они с надписями. Селф Кеа Клаб. Белые. Майами. Такой вот интересный натюрморт. В целом, надеюсь, что они будут норм. Так как здесь на пятке есть такие силиконовые вставки. Которые должны помочь не слететь с пятки. Ну, и длина вроде достаточно нормальная. 37-41. Но они точно не короткие. На 37, я думаю, они бы были очень большие. Буду надеяться, что залетят. Далее, украшения из магазина Бифри. Мне очень понравилось это ожерелье. Здесь мой любимый вариант жемчуга. Такой перламутровый. И сердечко. Оно какое-то капец пыльное. Мне прикольнуло, что оно вот так вот растекается. Я подумала, что мне это точно надо. Как хорошо, что фурнитура здесь в серебряном цвете. Сохранится дольше и потемнеет не сразу. Оно достаточно длинное. Представляете, я застегнула прям на самый-самый минимум. И осталась там еще целая такая цепочка. То есть можно увеличивать по длине. Я такое очень люблю. Так что лайк, подписка. Еще немножко нижнего белья. Месяца три назад я вам показывала подобные стринги. Только в розовом цвете. И тут они у меня попались в рекомендациях. И я решила заказать еще. Ой, буква оторвалась. Ну, е-мое. Это стринги. В данном случае белого цвета. Ширина которых регулируется. То есть можно на размер 50. Можно на размер 44. И сзади написан твой знак зодиака. Можно делать фотографии в стиле нулевых. Типа Пэрис Хилтон. И сзади у тебя торчат вот такие вот страйзики. Классно же. И взяла такие же в красном цвете. Везде будет написано Libre. Алиса, знак зодиака весы по-английски. Зодиак сан Libra. Libra. Ну или Libra. В общем, здесь такие же стринги. Только уже красного цвета. Также можно все отрегулировать. Очень прикольные. Знаете, чисто для того, чтобы повыделываться, походить дома. Уж у тебя трусы со стразами. Вы поняли. Прикольные. Мне нравится. Стоит вообще копейки. Далее у меня будут вот такие зажимы для волос. Первые зажимы в розовом цвете. И мне тут еще положили в подарок белые резинки. По-моему, идеально сочетаются с моими кедами. Мне очень нравится пользоваться такими парикмахерскими зажимами. Я вам про них уже все уши прожужжала. Делать макияж удобно. Различные масочки. Просто волосы убирать. Особенно, когда у вас есть челка такая же дебильная, как у меня, то вообще один кайф. И чтобы была база, я взяла черные. Здесь также в подарок резинки белого цвета. И точно такие же зажимы, только они должны были быть черные, но по факту они какие-то, знаете, цвета графит или мокрый асфальт. Ну, в общем, темно-темно-серые. По качеству, надеюсь, что продержится хотя бы месяц-полтора, потому что первым делом отваливается либо вот эта штучка, либо ломается сам вот этот механизм. Но я ими пользуюсь реально каждый день. Так что на сменку старым новые в самый раз. Какие вам нравятся больше? Пишите в комментариях. Темно-серые или розовые? Последние два товара в этом пакете. Здесь у меня маленький пакетик и такая коробочка. И они немножко между собой связаны. И первое это кулон. А если быть точнее, вот такой вот оберег от сглаза. Сейчас вот такой вот турецкий глаз тоже набирает обороты и немножко так в тренде. Поэтому я решила себе заказать такой чокер. Кстати говоря, это не просто какая-то леска или какая-нибудь кожаная штучка. Нет, это бисер. И здесь вот такой глаз Фатимы. Алиса, что такое глаз Фатимы? Один из атрибутов традиционной доисламской тюркской апотропической магии. Представляющий собой амулет от сглаза. Примечательно то, что талисман не связан с религией, а скорее даже противоречит ее устоям. Ну в общем, вы меня поняли. Смотрится, думаю, хорошо. Так по-летнему как-то освежающе. И здесь у меня стикеры. Все пришло в такой красивой упаковочке. Let's stick. Я надеюсь, что здесь те самые стикеры, которые я заказала. Потому что сегодня читала отзывы, многим приходит какая-то совершенно другая подборка стикеров. Фу, слава богу. И тут, как вы понимаете, целый пак стикеров с глазом Фатимы. Я хотела их наклеить на чехольчик какой-нибудь. Ну типа, наверное, вот такой вот. Ой, вот эта классная наклейка. Кстати, видела, на доске садху тоже такой знак есть. Очень здесь много вариантов таких глаз. Вот эта рука тоже как-то называется. Кто шарит, напишите, пожалуйста, в комментариях. Все, ребят, готово. Разложила все 50 наклеек, которые были в наборе. Тут действительно очень много вариантов глаз Фатимы. И типа, нарисованные акрилом. И типа, нарисованные акварелью. И как бы немножечко какие-то такие галактические. Разные варианты. Даже есть деревья с множеством глаз. Мне в целом нравится. Можно подобрать что-то и обклеить. Хоть что. Тоже ноутбук. Планшет, который я все хочу обклеить. 10 из 10. О, внимание. Это называется, когда психанула. И не нашла в доме средства для мойки зеркал. Я даже не буду это все доставать потом, что многие из них почему-то текут. Я не знаю почему, но я все выкупила. Даже все, что текло. Это мое любимое средство от бренда Дью. В таком большом количестве, конечно, я еще не закупалась. Но у меня еще ждет помывка окон в доме летняя. Так что, думаю, 100% пригодится. Слушай, ну тут прям полная вообще она. Это с ароматом морского бриза. Целая. Ничего нигде не протекло. Здесь пол литра, 500 миллилитров. И стоит порядка 160-170 рублей. Офигенное средство. Не оставляет разводов ни на зеркалах, ни на стеклах. Я вообще все протираю, все поверхности. Еще и приятно пахнет. В синем цвете с морским бризом я купила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 штук, ребят. Это точно мой рекорд. Также еще в зеленом цвете с ароматом яблока. А именно оно выглядит вот так. Я купила 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Видите, некоторые прям очень сильно протекли. Я не знаю, с чем это связано, но я выкупила все, потому что у меня возврат стоит 100 рублей, а средство стоит 170, поэтому ну нелогично. Оно очень приятно пахнет именно зеленым яблоком. И так же, как в голубом бутыльке, очень хорошо отмывает вообще все поверхности. А это, внимание, целая коробка с декором для дома. И здесь все, по-моему, из гипса. Я это все уже распаковывала в пункте выдачи, потому что отчасти декора мне пришлось отказаться, так как он был либо отреснутый, либо краска там отколупалась. Здесь то, что вроде как выжило. Первая коробка. Здесь самая тяжелая. Не в самом лучшем качестве, но за хорошую цену. Голова Давида. Как мне написали, я их что, солю? Зачем мне столько Давидов? Ребят, мне нравятся Давиды. Я его еще и покрасить планирую. У него очень много пузырей. Ребят, это кашпот стоило где-то 600 рублей. За такую денежку вообще не найдешь. Они стоят минимум тысячу. Ну, может, она рублей 800 стоила. Короче, это был самый дешевый Давид в большом размере на Вайлбрис. Тут не то, чтобы пузырей много, он весь в пузырях, смотри. Плохо, но я его покрашу, и будет норме. Ставлю ему 4 из 10. Далее. Я нашла очень классный магазин на ВВ, у которых недорогая продукция. Но я думаю, это до поры до времени. И необычные всякие есть подставки, кашпо. Тиви Пинтерс, знаете, такая ла-ла-гелла. Я думаю, все знают уже про этот тренд ла-ла-ла или оки-оки. Денис у нас оки-оки, а я ла-ла-ла, конечно же. Ну, тут все понятно, кто из нас ла-ла-ла. В общем, это такие подставки. Я думаю, их можно под растения использовать, под украшения, под разные. В комплекте две штуки. Я вот одну-то проверяла, сейчас проверим вторую. Под носами их назвать язык, конечно, не поворачивается. А вот подставки под что-то, да. Как видите, одна круглая, а другая такая овальная. Сделаны очень хорошо, мне нравятся. Их также я планирую в какой-нибудь цвет покрасить. Но даже в своем белом смотрится очень так нежно, изящно. Ставлю 10 баллов, особенно за свою цену. Далее. Ребята, это у нас будут сейчас две вазы. Здесь первая ваза, и потом будет другая. Вы сейчас меня точно поймете. Боже, она шикарна. Смотрите, какая классная ваза из гипса. Мне очень нравится, что она идет с такими линиями. Короче, она похожа на какие-то вот такие вот толстые, большие водоросли. Но сейчас это очень трендовый декор для дома. Сюда вставляются сухоцветы. Она, если что, не полая. То здесь такое отверстие, здесь такое. В принципе, сюда также можно вставить еще и какие-нибудь классные свечи, высокие или толстые и высокие, что вообще прям вау. И будет крутой декор. Тут есть какие-то маленькие замечания, но ни пузырьков, ничего такого нет. Может быть, какие-то шероховатости. Ставлю огромный лайк производителям вот этих вот ваз, и следующая ваза тоже будет от них. И предыдущие подставки тоже были от этого дома, который вот занимается гипсом. Вот вторая ваза. Здесь такая же коробка, тоже очень много пупырки. И эта ваза выглядит не вот так, а вот так. Мне опять-таки в таком формате она очень напоминает какие-то водоросли, какие-то, знаете, камни, вот это вот все торчащее. Точно, вот это слово кораллы. Клара у Карла украла кораллы. А Карл у Клары у Кларка украл кларнет. Здесь уже одно отверстие, это тоже под сухоцветы. И вот это все, это гипс, то есть тут не пусто. Видите, сама выемка, она достаточно неглубокая. Конечно же, это нельзя использовать под настоящие цветы. Сюда нельзя наливать воду, везде в карточке товара это написано. Это именно декоративная ваза под декоративные искусственные сухоцветы или под декоративные цветы какие-то красивые. Чисто для интерьера. Она достаточно тяжелая, очень качественная. Опять-таки, вот как выглядит качественная вещь из гипса. Здесь нету нигде пузырей. Очень качественная. Следующая коробочка тоже с вазой. Она вообще стоила 300 рублей. Сейчас она вообще стоит 240, может быть уже подорожала. И она нереально качественная. Я не знаю, я все заказывала на свой страх и риск, потому что практически у всех товаров не было отзывов. Но, ребят, эта стоит 300 рублей. Она нереально тяжелая, потрогай. Вот, красивая такая. Она очень красивая. Явно заметно, что форма заливки была качественная. Что сам раствор был качественный. Тут пузырей не так много. Вообще, пузырей не вижу. Я вижу больше какие-то, знаете, немножечко такие, как бы, зацепки какие-то. Но это надо приглядываться. Цвет идеальный такой, припыленно-розовый. Даже если бы она была белая, я бы купила ее белой, чтобы потом можно было покрасить. И красить ее из баллончика. Поняла я это по вот этому вот месту. Даже днище прокрашено, представляете? Так что полный лайк. Рекомендацион. Очень красивая. Здесь не помню, что. Ребята, это ваза попа. Я еще заказала вот такую вазу в голубом цвете. Она была очень большая, очень тяжелая, но она пришла разбитая. Хорошо, что заказала еще и такую. Потому что мне так хотелось вазу попу. А это еще и с ушками. Смотрите, какая милая попка. Прям такая задница. Так хочется пошлепать. Спереди все достаточно прилично. Мне вот нравится ее именно задняя поверхность. Буду ее ставить именно в таком формате. Не знаю, буду ли я ее окрашивать. Потому что белая она, честно, мне не очень. Я видела на Пинтересте такие вазы в голубом, как раз таки, в цвете в розовом. Вот они смотрятся ярко, сочно, как-то привлекающе. И какие бы ты сюда сухосветы не поставил, будет выглядеть шаркарно. Шаркарно. Так что, скорее всего, я ее буду окрашивать. Next. Ой, тут что-то максимально легкое. А, здесь набор из подставок. Первая. Смотрите, как хорошо упакована. Выглядит подставка следующим образом. Это такой полуромб, полу что, не знаю даже. Вроде бы целый. Ой, вот тут чуть-чуть обколупалась. Но ничего, у меня есть, кстати, краска такая темно-серая. Их можно использовать и как подставки под горшки какие-нибудь, и как подставки под украшения, хоть под что. Она как будто плохо просохла, прилипает. Вторая подставка. Совершенно другой формы. Ну и третья. Вот эта, по-моему, самая такая несимпатичная. К сожалению, я вам не могу их показать сейчас, как они будут смотреться в интерьере. Потому что комната, для которой я их купила, еще пока что не готова. Можно вот так вот поставить на стол. Ну, элементарно здесь посмотреть. Они правда какие-то липкие, как будто они не просохли до конца. Но надеюсь, что они простоят и будет ок. Перфекционизм здесь не получается. Мне нравится то, что они все такие разные, сделаны качественно, за свою цену окей. Следующее. Ой, здесь вообще очень интересные фигурки. И даже есть вот такое послание. Ситуация стабильна. Вы на правильном пути. Доведите свои планы до конца и беритесь за новые. Аффирмация на день. Так было приятно, получить это в заказе за 200 рублей, вы не представляете. Надо тоже такие аффирмации напечатать и своим покупателям на вид раскладывать. Как тебе идея? А потом вы будете тырить с моими их автографами, да? Вот так выглядит фигурка женщины. А как выглядит фигурка мужчины, покажу в своем телеграм-канале. Как они вместе смотрятся, тоже покажу там. Она такая, сисястенькая. Стоил набор всего 200 рублей. Это дешевле, чем купить одну свечку какой-либо из фигур. Там женской или мужской свечки стоит по 250. Ну и последнее. Это вот такие коробочки, в которых подносики, подставочки. Тут уже, знаете, прям повторки. Черный поднос. Мне многие просили на него ссылку, я уже оставляла в телеграм-канале. Видите, здесь есть такие ножки, чтобы ничего не скользило и ничего не шершавило. Выглядит просто бомба. И здесь у меня поднос белый. Кстати, белых подносов очень много у разных продавцов. Просто отсортировывайте по минимальной цене и заказывайте тот, который самый дешевый. Они, по-моему, ничем не отличаются. Здесь у меня в подарок два вот таких сердечка, которые я потом выкину, потому что я не знаю, что с ними делать. Также есть вот такие вот наклейки, чтобы опять-таки приклеить, и были ножки. И просто белый поднос. Но вот он немного странно выглядит, знаете, вот его прям закосячили. Тут не обработали края. Тут что-то грязное. Но я его выкупила, потому что я его планирую окрашивать. Ну что, ребят, вот такая вот была распаковка. Надеюсь, что она вам понравилась. Переходите в мой телеграм-канал, ищите там ссылки на все товары, которые я вам сегодня показала. И скорее пишите в комментариях, как вы думаете, переделка какой комнаты ждет меня впереди. Зачем я заказала столько декора? Буду читать все ваши предположения. На этом все, и всем пока!